Началась партия с Гроссмейстером. Играю с Целианку. С3 сразу же. Играет соперник. Ну давайте здесь Д5. Сербский Гроссмейстер с рейтингом 2510. Не такой уж большой рейтинг для Гроссмейстера на Часкоме. Ну посмотрим, какие он проблем мне поставит здесь. По дебюту играть достаточно скромненько. Поставлять такую надежную схему. С Ц3. Конь идет на А3. И на Б5. То есть пытается уже где-то поставить вилку на Ц7. Конь А6, наверное, здесь имеет смысл ответить. То есть сразу, чтобы закрыть поле Ц7. И теперь тоже ухожу в короткую рокировку. Вот такая вот расстановочка против варианта Ц3. Ладья вышла на Д8. Думаю, что здесь приблизительно равенство должно быть. По картине. Начались размены массовые. Ну побью на Ц5, например, конем. На Ферзь Д5 тоже бью конем на Д5. С последующим разменом слона Е3. Скорее всего, соперник не будет первый бить на Д5. Но, тем не менее, побил. Возможно, его устраивает все происходящее на доске. Ну, мне, я думаю, тоже. Если я А6, Б5 еще выдвину, то можно. В данном случае еще получил преимущество двух слонов. То есть все развивается достаточно неплохо для меня здесь. Думаю, что каких-то слабостей нет. Ну, разве что на фланге две пешки против трех соперников. То есть это может быть какая-то дополнительная главная бой для меня в глубоком эншпере. Но пока что это не чувствуется. Здесь у меня есть развивка. Побить на Е2, отойти слоном на Ж6, или там, допустим, взять на Д4. Хочется сохранить преимущество двух слонов, поэтому пока что отойду. Заодно слон будет также достаточно длинную диагональ простреливать. Отгоняю коня подальше. Так, а вот здесь, кстати, не могу брать ладью на Д5. И это на самом деле печально, потому что приходится создавать себе изолятор. Иначе была бы вилка на С7. Ну, теперь конь отходит на А3. Я же могу, в принципе, его здесь побить. И после БА будут очень некрасивые такие пешки здесь у белых. Также могу побить на Д4. Это обоюдный изолятор. Я думаю, что слон здесь явно сильнее, чем этот конь, стоящий на А3. Но нужно выбрать, в какую из этих позиций лучше пойти. С другой стороны, если я побью на А3, коня с Д4 я уже вряд ли смогу согнать. Там может какой-то контраграбить. А здесь поле Д4 уже у коня не будет. То есть он полностью на отшибе стоит. Я думаю, преимущество здесь безоговорочное. Могу где-то еще Б6 поставить, чтобы ладья на С5 не залезла. Тоже неплохой ресурс. Подведу короля пока что. На ладья Е5 уже и в 6. Просто сгоняем. На ладья С1. Да, это логично вполне. Ну, наверное, Б6. В игру включить коня А3 соперник не может в данный момент. Но вот он решает все равно пойти на Б1. Мне кажется, это немножко странно, потому что я здесь могу съесть и вторгнуться ладьей на С2. Мне кажется, могу я это сделать прямо сейчас. Ладья С2. И начать заходить за пешкой. В принципе, еще есть ход ладья Е8. То есть, игражу убить на Е1 и потом на Б2. То есть, фактически заставляю поменяться. Здесь отъедаю пешку. Скорее всего, на Д4. И буду играть вот такой Эншб. С одной лишней, но владейники выиграть будет непросто. Тем более, по времени совсем у меня меньше здесь. Намного всего лишь 20 секунд для реализации такого позиции. Это маловато, объективно говоря. Но зато у меня есть еще пешка Д4, которая также идет неплохо. И пусть соперник попробует все это дело остановить. Сейчас еще и вторая моя тоже пойдет. То есть, выгоняю короля куда-то на четвертый ряд. Король С2. Судей Д2. Кстати, так просто-то его и не выгонять пока что. Возможно даже, что я тут совсем ничего и не успею. Так. да и умудрился как-то мат поставить вообще удивительно, 0-2 оставалось я играл чисто на предходах и возможно случайно просто это сделал то есть вот здесь уже оставалась одна секунда, как я здесь успел мат поставить то есть ладья h2, d2 как-то загнал короля, но он просто сам себя загнал на самом деле под мат хотя мог пойти король f4, не знаю почему он здесь торопился 3 секунды, мне кажется если бы он сходил король f4, я просто бы уже не успел ничего сделать естественно ну повезло соперник играл на время и это его сгубило в этой партии